Открытый диалог с Александром Непомнящим Здравствуйте, Сергей Американцев, которые относятся к Израилю, как он того заслуживает Ну и второе объявление, еще раз напомню о том, что в воскресенье 16 мая состоится ралли в поддержку Израиля на 83-й дороге Это Макхенри Роуд, даже есть точный адрес, если я не ошибаюсь Здесь 951 Макхенри Роуд, это напротив Баффало Гров фитнес-центр Ралли пройдет с 3 до 6 часов вечера, с 3 часов дня до 6 часов вечера Так что приглашаем всех, кому не безразлична судьба Израиля Ну а теперь, собственно, к событиям в Израиле, что же там происходит, происходило последние дни Сергей, спасибо большое за чудесные сообщения, действительно отличное напоминание по поводу того, что было при Трампе Поскольку это более чем контрастирует с тем, что происходит сейчас И, конечно же, огромное спасибо и организаторам, и всем, кто примет участие в таком ралли Потому что нам в Израиле действительно важно видеть поддержку и солидарность людей Доброй воли, то, что называется, людей, которые понимают, за что мы воюем И кого представляют из себя наши враги Итак, что происходит сегодня в Израиле Я бы сказал, что в Израиле сейчас идет война на 3,5 фронта И вначале я бы хотел поговорить о двух основных фронтах О войне с исламскими экстремистами, которая происходит сейчас и внутри Израиля, и снаружи Но прежде чем говорить о самих военных действиях, о ситуации, о результатах всего этого Я хотел бы поговорить о причинах У этой войны, которая разразилась буквально 5 дней назад, в день Иерусалима А как бы все это начиналось, конечно же, немножко раньше И мы, если вы помните, еще на прошлой неделе говорили о том, что, в общем, следующая неделя может быть очень горячей Так вот, у этой войны есть совершенно ясная причина И главная из этих причин заключается в том, что исламские экстремисты пришли к выводу о том, что время Трампа закончилось Началось время Байдена Вы совершенно не случайно напомнили о том, что при Трампе было перенесено посольство И это по своему масштабу было больше, чем все то, о чем сейчас твердят разные горе и уже аналитики, утверждающие, что вот Израиль поступил неправильно, он сделал так и так И вот из-за этого все это заварилось, вся эта каша заварилась Так вот, перенос посольства был гораздо большим по масштабу потрясением Но ничего подобного не произошло Почему? Потому что во всем мире, в том числе исламские экстремисты, хорошо понимали, что Трамп твердо стоит вместе со своим союзником Важнейшим союзником на Ближнем Востоке с Израилем И окажет ему и политическую поддержку, и если понадобится, не только политическую Сегодня же то, что происходит новой администрацией, мы об этом уже несколько раз говорили в наших передачах Новая администрация Байдена возобновила прекращенные в свое время Трампом финансирование тех каналов, которые в конечном счете обеспечивают следствиями террористов и в Ромале, и в Газе Ну а заявление последних недель назначенцев администрации по Ближнему Востоку дали исламским экстремистам и террористам понять, что политической поддержки у Израиля больше в Америке нет И мы как раз говорили об этом в прошлой неделе нашей, когда еще все только как бы было предстояло этому начинаться Мы говорили о том, что именно так складывается ситуация Ну и из этой причины, из новой администрации Байдена, которая в общем принесла эту войну Израилю И я боюсь, что это только первая из подобных войн, которые потрясут в ближайшие годы Ближний Восток Из нее вытекает совершенно естественно еще две, уже более локальные Первая из них состоит в том, что братья-мусульмане, как представители вот этого исламского экстремизма Основные из представителей исламского экстремизма, противостоящие и Израилю, и Саудовской Аравии Взявшие курс как бы на разумный подход политический Они были в шоке от процесса, который начался в Израиле И который завалил глава партии Ирам Мансур Аббас Мы о нем тоже с вами говорили уже несколько раз Мансур Аббас — лидер израильской арабской партии По сути дела партии исламистской Который провозгласил примерно год назад прагматизм в отношениях с Израилем То есть нет, мы не евреи, мы арабы, мы арабы-мусульмане Более того, мы не сионисты и мы не очень-то счастливы тому, что Израиль здесь Как бы евреи создали здесь свое государство Но мы понимаем эту данность Мы хотим жить по-человечески Мы хотим интегрировать с вами, работать вместе с вами И сохраняя свою арабскую и мусульманскую идентификацию Не превращать нашу общую жизнь в ад А работать и, так сказать, жить вместе И вот он год работал над этой программой Кстати, к слову сказать, Натаньяо Который, в общем, вполне приветствовал такой здравый подход Натаньяо вообще любит прагматизм Он приветствовал такой подход, который, разумеется, не решает главных проблем Противостояние евреев, арабов и их борьбу за эту землю Но он, по крайней мере, снимает с повестки дня Жестокость насилия ежедневной и так далее И надо сказать, что, видимо, братья-мусульмане Общие экстремистские и исламистские круги Они как-то не принимали, Серёж, думали Ну, куда он с такой повесткой дня И внезапно прошли выборы, последние выборы в Израиле Вы знаете, у нас это сейчас случается достаточно часто И на последних выборах, по сути дела, половина израильских арабов Фактически половина мусульман Потому что у нас, кроме арабов, ведь у нас есть ещё христиане Но их немного Есть разные друзы, есть ведуины Половина арабов-мусульман проголосовала за Мансура Аббаса То есть они сказали, да, мы мусульмане, да, мы арабы Но мы хотим прагматично интегрировать в израильское общество И для лидеров братьев-мусульман, в первую очередь, Эрдогана, главы Турции И для Катара, и для Хамаса, разумеется, это был шок Шок и призыв к немедленному действию То есть остановить эту интеграцию арабов 1948 года Как они называют израильских арабов любой ценой Любой ценой сорвать этот процесс интеграции Потому что они же прекрасно понимают, что да, сейчас эти арабы как бы хотят просто интегрировать Без какого-то принятия Израиля, как бы фактического Но вы же понимаете, живём вместе То, что называется, стерпится, слюбится И вот они уже совсем не враги Израиля А вовсе даже готовы участвовать в его развитии и созидании И это, конечно, нужно было сорвать И роль того, кто должен был сорвать Это событие выпало на Хамаса Хамас стал подрядчиком, который должен был довести события до эскалации насилия И фактически привести к тому, что происходит сейчас И поэтому Хамас, вопреки оценкам нашей разведки Вопреки собственным долгосрочным интересам Использовал те провокации, которые к этому времени уже существовали в Иерусалиме Как инструмент для дальнейшей эскалации насилия Ещё одна причина, которая параллельно вытекала из этого нового времени Времени Байдена, как мы бы сказали Это уже не разборки внутри исламских движений в Израиле Как бы не только в Израиле даже, глобально Но и разборки между террористическими группировками палестинских арабов Фатхом и Хамасом Хамас с одной стороны в Газии И Фатх в Рамале, Абумазан Абумазан под давлением Евросоюза Объявил некоторое время назад о выборах Которых в автономии не было уже 15 лет То есть Абумазан на самом деле абсолютно нелегитимный глава автономии Его уже давно никто не выбирал Он просто остался и отменил эти выборы как таковы Но затем он, разумеется, их отменил Потому что шансов победить Хамас у него нет Хамас пользуется большей популярностью Среди арабского населения от автономии И Абумазан совершенно не собирался Как бы демократическим путём сдавать свои позиции Он же диктатор Поэтому он нашёл причину Почему он отменяет выборы Мол, Израиль не позволяет голосовать иерусалимским арабам Но Израиль, разумеется, говорит Наши граждане, они голосуют в Израиле Если хотят, если не хотят, не голосуют Но с кого перепуга они должны голосовать у вас Максимум путь голосует по интернету Если вы хотите, организуйте им такое, по интернету Но Абумазан сказал Никаких решений искать не буду Не дают мне устраивать выборы в Иерусалиме Я отказываюсь вообще проводить выборы И для того, чтобы перевести стрелки возмущения Поскольку общество у него всё-таки говорит Так как же, обещали же выборы А выборов нет Он развернул активное подстрекательство Против еврея вокруг Иерусалима Ну и дальше уже идут Скажем, даже не причины А исключительно триггеры Которые были использованы для того, чтобы заварить эту кашу Это были и арабские нападения на евреев в Иерусалиме Которые шли на протяжении нескольких недель И как раз эти нападения Они сопровождались заявлениями новых назначенцев администрации Байдена О том, что мы призываем обе стороны к спокойствию И мы призываем, чтобы не было насилия То есть массовые нападения арабов на одиноких евреев И попытка полиции защитить этих евреев Это у нас как бы две стороны виноваты Две стороны мы призываем прекратить насилие Понятно, что это был ясный сигнал тому Что делайте, что хотите Мы поддерживать израильников Но дальше были беспорядки в старом городе Возле Шхемских ворот и на храмовой горе И предстоящее выселение арабских споттеров Мы об этом тоже говорили Речь идёт о еврейском имуществе Приобретённом в Иерусалиме ещё в XIX веке В XIV году, когда Иордания захватила эту часть Иерусалима Это имущество еврейское было передано арабским семьям В XIX году начались судебные процессы с требованием вернуть это имущество И вот они до сих пор тянутся И на самом деле такие процессы идут постоянно И сквоттеров Израиля выселяют постоянно Арабских сквоттеров из арабских домов Арабских сквоттеров из еврейских домов Еврейских сквоттеров из арабских домов Еврейских сквоттеров из еврейских домов То есть всё это происходит, это всё в порядке вещей Как в любом государстве говорить о том, что вот эти выселения или беспорядки на храмовой горе, которые тоже регулярно случались, стали триггером для этого взрыва, конечно же нет. Мы понимаем, что причина основная — это время Байдена, и вытекающая из неё причина — попытка исламского движения сорвать процесс интеграции израильских арабов, который заварил Мансур Аббас, и ещё одна причина — конкуренция между Хамасом и Фатхом. Ну и теперь о фронтах. Это его противостояние, которое у нас тут ничего. Как я уже сказал, фронтов, я бы сказал, три с половиной, мы поговорим сейчас в первой половине нашей передачи, по крайней мере, о двух. О самом жарком — это, конечно, война с Хамасом в Газе. Надо сказать, что в 2014 году, семь лет назад, во время операции «Нерушимая стола», Хамас застал Израиль врасплох. Во-первых, своей интенсивностью огня. Импортных ракет у них мало, то есть прежде они использовали российские и иранские ракеты, но этот импорт, в общем-то, Израиль сумел вместе с Египтом пресечь, и они теперь шлёпают свои собственные ракеты. С одной стороны, это ракеты очень ненадёжные, потому что вот треть запускаемых ракет просто падает почти сразу на головы жителям Газы, и вот, если вы слышали о детях, погибших в этой операции, в Газе и вообще массовом количестве мирного, так сказать, населения, которое погибает, это люди, погибающие от ракет, запущенных по Израилю, но упавших в секторе Газа. Но зато их можно сделать очень много, и, соответственно, можно много сразу запустить на Израиль, настолько много, чтобы железный купол не справлялся. Это то, с чем мы столкнулись в 2014 году. Они запускали огромное количество некачественных, плохих ракет, но их было так много, что железный купол — это же система, которая должна определить за очень короткое время, куда летит ракета. Если она падает в город, то её нужно уничтожать, если на пустое место, то можно её не трогать. Но когда их очень много, сами понимаете, алгоритм очень усложняется. И были ошибки, соответственно, были попадания ракет в жилые комплексы, и были жертвы. Это было первое, как бы, то, чем удивил интенсивность огня, то, чем удивил Хамас в 2014 году. Второе — диверсионные туннели. Они создали огромное количество туннелей, из которых выходили как бы из-под земли на территории Израиля и доставали наши войска в Росток. И, наконец, морские команды. Они создали себе такого своего рода котиков морских, которые тоже приплывали или готовились организовать диверсии в городах Приморских, в Хашкелоне, Аждоне, может быть, даже и в Тель-Авиве. Что изменилось? А изменилось очень многое. В Израиле очень хорошо изучили и усвоили ошибки семилетней давности. Кроме того, как результат этого изучения ошибок, ну и как, в общем, просто общий результат развития государства, армия Израиля очень сильно улучшила свою огневую мощь, точность оружия нашего и разведку в секторе ГАТ. Увеличилось и количество батарей «Железный купол» и усовершенствовалась его работа. Но, а главное, конечно, самое главное — это то, что начальником армии, начальником генерального штаба израильской армии стал генерал Кахаби, человек, которого продвигал Натаньяу. В общем-то, поначалу было непонятно, почему Натаньяу хочет именно этого офицера. Сегодня, после нескольких уже операций, особенно сейчас, совершенно понятно, что, опять же, кто бы что ни говорил, Натаньяу прекрасно разбирается в людях, и Кахаби стал просто, как бы сказал, спасением и находкой для Израиля. У нас давно не было такого замечательного начальника генштаба. И под его руководством армия очень спопулезно и очень спокойно подготовила за последние годы банки целей, согласовала их с политическим руководством и ждала. Вы скажете, почему ждали, почему не начинали сразу? Потому что надо понимать, что главные враги Израиля, они ведь не в секторе газа, они в Европе и в США. И задача как бы разделяется таким образом. Хамас провоцирует Израиль, Израиль ответит жёстко, и тогда можно будет использовать эти картинки разрушенных домов, плачущих детей, мёртвых детей для того, чтобы заниматься делегитимацией репутации Израиля и подготовить общественное мнение на Западе к тому, что против Израиля можно будет вести санкции или даже применить военную силу против Израиля. И поэтому Израиль на самом деле, когда он защищает себя и воюет, он понимает, что настоящая война его — это за общественное мнение Запада, за то, чтобы не сумели наши враги на Западе, ваши левые, убедить общество, что против Израиля нужно применить силу военную и наложить санкции. И поэтому всё было приготовлено, но ждали. Ждали, как будут реализоваться события. Вот, как сказать, пусть Хамас первым начнёт, пусть он будет тем, кого назовут поджигателем войны, чтобы было понятно, что это были не мы. И вот в первый день, действительно, в день Иерусалима, это было в понедельник, Хамас заявил, что то, что творит сианистское образование в Иерусалиме, так они называют на сианистское образование, они наговорят даже государство, это преступление, и вот они отомстят за него, и в 6 часов они выстрелят, и они действительно выстрелили в 6 часов, и массовый залп, запущены были сотни ракет, был пробит железный кукол, но сначала они запустили ракеты по Иерусалиму, чуть позже по Талерийскому мегаполису, и действительно в первый день им удалось пробить железный купол, несмотря на то, что батарей стало больше, и они работали лучше, и у нас было 4 жертвы, то есть сотни ракет, 4 погибших человека, ну а затем армия начала ответные действия, и начала их как бы не, скажем, спонтанно, вот как бы вы нас ударили, и мы вот мы бьемся, как знаете, топором за комаром, что называется, нет, началось методичное уничтожение по сути дела трех вещей, первое, инфраструктура военных ТАМАСа, в том числе пусковых установок, пусковых шахт, в первый же день, первые же налеты были уничтожены несколько десятков, около 100 даже таких вот пусковых ям, из которых вылетали ракеты средней дальности, то есть те, из которых с помощью которых из газа бьют по Тель-Авиву, например, Тель-Авивистскому мегаполису. Второй удар был нанесен по среднему руководящему звену ХАМАСа и исламского джихана, то есть не политических лидеров, которые выступают перед телевизором, которые разъезжают по всему миру и несут себя кучушь, и не рядовой состав, который очень легко заменить, то есть человек, который дергает, нажимает на кнопку или дергает за веревку и стреляет, и сам рискует при этом быть уничтоженным израильскими беспилотниками, их можно набрать в газе очень много, и не в них дело, но есть среднее звено, скажем так, полковник, эти люди, которые всё организуют, у них в руках как бы вся информация, они организуют не только сами теракты и обстрелы, они организуют производство этих ракет, они организуют привлечение финансов для этих ракет, и вот таких людей заменить гораздо сложнее, и их начали устранять просто как бы по списку, и третий момент, который был сделан, уничтожение символов власти, это как бы такой репутационный удар по Хамасу, речь идёт в первую очередь о высотных зданиях, Хамас за время своей власти 2006 года в Газии построил огромное количество высотных зданий, ну высотных зданий не в американском понимании, высотное здание, 13 этажей, уже высотное здание. Это было элитное жильё, которое также служило и командными пунктами, и министерствами Хамаса, и центрами управления. И вот эти здания стали уничтожать. Как их уничтожают? Чтобы вы понимали просто. Сначала жители этого здания получают такой как бы толчок. Здание гудит, это сверху прилетела ракета, которая аккуратно ударяет в крышу. Она создаёт гул в этом доме, то есть те понимают, никто не проспит и не пропустит это сообщение. Это сообщение. Ребята, скоро ваш дом будет сносить, у вас есть несколько часов, хватайте вещи и бегите отсюда. Три раза так вот стучат в крышу здания, а потом прилетает уже та бомба, которая превращает это всё в груду развалин. Таким образом, как бы Израиль никого не убил, всех предупредил, а символы власти Хамаса превращаются один за другим в кучи щебня и бетона. И вот уже к концу второго дня интенсивные действия против Хамаса лишили Хамас огневой мощи. Да, он сможет продолжать обстреливать окрестности и Сдирот, потому что речь идёт о миномётных снарядах, об обстрелах очень простыми ракетами, летящими очень быстро и очень недолго, и перехватывать их с помощью железного купола невозможно. Для этого нужны другие системы. Они частично существуют в Израиле, но они не настолько совершенны. Сами понимаете, перехватить миномётный снаряд гораздо сложнее, чем ракету, которая всё-таки летит достаточно долго, у неё есть траектория, её можно просчитать и так далее. Но обещанных ударов по стрелеведческим центрам страны уже нет, потому что нет у них больше такой силы. И мы видели, как уже к концу второго дня террористы стали угать, утверждая, что они обстреляли, например, в Сталявив, хотя такого не было даже близко. Они не обстреливали его на самом деле, не было обстрелов. Они говорили своему публике, что они обстреливают. На Ближнем Востоке на самом деле и везде сильные никогда не лгут, слабые, ложь — это признак слабости. То есть Хамас, по сути дела, стал очень явно демонстрировать слабость, когда он начал врать своему населению о том, что он большой герой, хотя мы видели, что ничего близко даже нет. И они запросили прекращение огня. Но Израиль отказался, нет, мы ещё, ребята, не закончили. У нас в нашем списке ещё числятся разные полковники, разные высотки и разные инфраструктуры. Так что закончим, тогда поговорим. И вот вчера ночью буквально была проведена совершенно гениальная операция, которая, видимо, со временем войдёт в то, что называется, в золотой список военных операций, будет изучать в академиях. Выглядело оно так. Израиль на протяжении последних дней накапливал наземные войска, сухопутные войска по границе с газой. И, в общем, все намекали, что да, конечно, Израиль не стремится к наземной фазе, к входу в газу, но, в общем, выхода нет и, скорее всего, это будет. Более того, на уровне частей были утверждены планы, то есть каждая часть получила свой план, пакет приказов, он был утверждён и распределён среди офицеров, то есть не хватало только сигнала. Сигнала в час ше, выходим и начинаем. И вот где-то в начале ночи в пресс-служба израильской армии сообщила как бы для иностранных корреспондентов и для наших тоже израильских СМИ сказал, что такое очень невнятное на английском языке о том, что наземные войска работают вместе с ВВС. И все журналисты истолковали это как то, что, в общем, армия сообщила, что началась наземная операция. И пошло, поехало по всем новостным каналам. Израиль начал наземную операцию в Газе. В Хамасе победили. И что они сделали? Они направили сотни боевиков в подземные туннели у границы сектора для того, чтобы встретить наших бойцов в засаде. И здесь нужно рассказать о так называемом метро «Газы». Метро «Газы», метро, конечно, в кавычках, речь идёт, это жаргонное, сленговое название, речь идёт о десятках километров туннелей протяжённой, так сказать, огромной разветвлённости под сектором «Газы», туннелей и системы бункеров, которую создал Хамас за вот эти самые 15 лет своей власти. Там находятся пусковые шахты для ракет. Там находятся и помещения, в которых прячутся во время наших налётов террористы, там находятся командные штабы, склады с оружием. И также диверсионные туннели, которые рассчитаны на то, что израильская армия входит в город, никого вроде нет, и тут из всех щелей начинают вылезать диверсионные группы, обстреливать из тыла, как бы, сзади наших бойцов и убегать обратно в эти туннели, нападать внизу. И вот боевики заполнили туннели, которые должны были как бы встретить наших солдат у границы. Наши солдаты войдут, они с боков, с флангов, со всех сторон на них начнут нападать и наседать. И тут вместо наземной операции, которую они ждали, их накрыл удар одновременно из 160 самолетов. Это, судя по всему, крупнейшая операция в истории БВС Израиля. Участвовало сразу 12 эскадрильев, половина, по сути дела, всех боевых самолетов Израиля, которые по, опять же, мы ссылаемся на зарубежные источники, потому что в Израиле эта информация засекречена. Речь идет о 300-350 самолетах, 160 — это примерно половина всего боевого состава. И они обрушили одновременно 450 бомб на 150 целей, которые были известны нашей разведке. И в течение 30 минут уничтожили на севере газа, на севере сектора газа фактически всю эту систему метрогаза, все туннели. Они превратили его в горящий капкан, в котором сгорели стотни боевиков. И масштабы этого операции еще не сны до конца. Похоже, ХАМАЗ сам не знает, что и сколько у него там погибло. Но сегодня утром мы видели кадры, которые засняли испуганные и обескураженные жители городов. У них просели улицы, потому что, вы понимаете, когда это все взорвалось, то просели улицы и просели дома. И хотя Израиль не уничтожал те объекты, которые... Ведь как они строят? Самые интересные, самые важные объекты они строят, например, под школой, под детским садиком, под больницей, чтобы Израиль не мог его уничтожить. Но когда ты уничтожаешь все между, то все это проседает, и уже, в общем, то, что там сохранилось, оно завалено со всех сторон, это уже не так важно. Конечно, накрыли, как я уже сказал, далеко не все метро, потому что большая часть находится под домами и гражданскими объектами, но нанесли колоссальный удар. Этот удар, кстати, имеет большую роль и для Хизбаллы. Хизбалла на все это смотрит с ужасом. У нее ведь тоже туннели, она теперь тоже понимает, что, видимо, как бы все то, что она заготовила для Израиля, Израиль это знает и все просчитал. То есть Хамас думал, что он снова как бы застанет Израиль врасплох, а оказалось, что все наоборот, и врасплох застали его. И вот сейчас у Хамаса, по сути дела, иссякли все варианты. Ракеты, по большому счету, неэффективны. Ну да, они обстреливают ближайшие города, но интенсивность обстрелов не столь высока, и если люди соблюдают правила, это очень неприятно, конечно, но это война, и тут ничего не поделаешь. Нанести стратегический как бы урон Израилю они уже больше не могут, нет у них такого количества ракет, и ракет, по сути дела, дальних дальностей тоже. Туннели диверсионные уничтожены, морских команд, которые пытаются вылежать из газа в сторону израильских городов, отстреливают. Группы снайперов, которые выходят с противотанковыми ракетами, чтобы стрелять по машинам, их тоже отстреливают наши снайперы. И беспилотники, которые они пытаются запускать, сбивают, потому что технологически, конечно, Израиль намного сильнее сектора. И израиль, израильская армия, понимая, что, по сути дела, в общем, силы у них зубы выбиты, он продолжает уже почти, я бы сказал, даже издевательски сносить дома лидеров Хамаса и крушить инфраструктуру, используя преимущество с воздуха. И здесь, конечно, двойная цель. С одной стороны, эти дома часто служат складами оружия, с другой стороны, это часто как бы удары по престижу, удары по символам власти Хамаса, потому что, вы же понимаете, это волчье общество, и когда волки видят, что твой вожак ослабел, то его репутация, его сила, его дальнейшая возможность управлять, она очень сильно снижается. Теперь, какие цели у всей этой операции? Совершенно понятно, что Израиль не готов сейчас к возвращению газа к статусу Иудеи и Самарии, то есть вернуть туда нашу армию, вернуть поселение. Почему не готов? Потому что, по меньшей мере, половина общества этого совершенно в Израиле не хочет. Я уже не говорю как бы о внешнем давлении. И я думаю, что не будет и полного уничтожения Хамаса, во-первых, это всё-таки с воздуха невозможно. А с другой стороны, нет никакого смысла уничтожать Хамас полностью, если мы не захватываем эту территорию, не освобождаем её совсем до себя. Потому что, если мы уничтожим там Хамас, то придёт Абумазан. А нам совершенно невыгодно, чтобы Абумазан сидел и в рамале, и в газе. Оптимальное на сейчас решение в этой ситуации — это полуживой режим Хамаса с выбитыми зубами, который не может, по сути дела, делать что-то серьёзное против Израиля, но достаточно силён, чтобы продолжать конфликтовать с полуживым режимом Абумазана в рамале. И похоже, что к этому именно армия дела и ведёт, армия и политическое руководство, то есть Натанияу. И, конечно, в заключение, как бы говоря об этом фронте, я хочу сказать также о дипломатических результатах. То есть новая дипломатия, которую создал Натанияу, привела к тому, что сейчас, в отличие от того, что опять же было в 2014 году, мы видим, как в Европе, например, ну, про Америку мы, к сожалению, сейчас не говорим, Байден не то время, но вот в Праге и в Вене канцлер Австрии Себастьян Курц поднял на своём президентском дворце флаг Израиля. В Праге над президентским дворцом сняли флаг ЕС и рядом с чешским флагом подняли флаг Израиля. Это символические жесты, но они, как я уже сказал, для нас, израильтян, очень важны. Окей, я вижу, что у нас, нам нужно сделать перерыв, Сергей, тогда про второй, самый тяжёлый фронт, фронт внутри Израиля, мы уже поговорим, видимо, после перерыва, да? Буквально несколько минут перерыв, послушаем рекламные объявления, после чего вернёмся и продолжим. Открытый диалог с Александром Непомнящим. Возвращаемся в программу Александра Непомнящего «Открытый диалог». Телефон в студии 847-400-5200. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте, ещё раз, Сергей, Александр. Александр, в прошлой передаче вы правильно отметили назвав Путина врагом Израиля, потому что за почти 20 с лишним лет вот все анти-израильские резолюции ООН и ОНС исходят практически со стороны представителей России или поддерживаются со стороны России постоянно. Вот. И вы сами сегодня уже отметили о том, что весь боевой арсенал Хамаса и Хизболы практически всегда пополняется со стороны Ирана и России в том числе. И очень часто в Москве под эгидой Министерства иностранных дел проводится слёт Хамаса, Хизболы с участием Ирана, Турции и так далее. Всегда открывает слёт Сергея Лаврова, министра иностранного дела России. Вот. Скажите, пожалуйста, вот очень часто раньше ездил на Танягу в Москву к Путину, за что его всегда упрекали. Но вот я заметил о том, что с того момента, как Либерман демонстративно покинул правительство, его визиты стали не очень частыми или вообще он даже не... Мне кажется, после того, как Либерман уехал и ушёл из правительства, не кажется ли вам, что Либерман был связывающим звеном между Путиным и Натаньяго? Спасибо. Нет, я не думаю, что это так. Если Либерман и был чьим-то агентом, то он точно не был связующим звеном между Путиным и Натаньяо, просто потому, что мы понимаем, что по своему характеру Путин не стал бы разговаривать и использовать шестёрок. Он разговаривал напрямую с Натаньяо. И действительно, при всех сложностях этих взаимоотношений и ситуации, они сумели выстроить достаточно прагматичные и успешные по крайней мере для Израиля отношения, которые позволили избежать нам например конфронтации и продолжают позволять избежать конфронтации с российскими войсками, находящимися в Сирии. Израиль, я напомню, не прекращает бомбить позиции иранцев, а иногда и сирийцев на территории Сирии. И последний раз была огромная атака, большая атака прямо непосредственно в Атаке, там, где расположена российская база. Сказать, что там российские войска не могли прикрыть эту базу, скажем, и там у них не расплодают ракеты, смешно. Они не захотели стрелять по израильским самолетам и нежелание вмешиваться, вписываться за сирийцев и за иранцев, стрелять по израильским самолетам и таким образом создавать конфронтацию говорит только об одном, что между Израилем и Россией сегодня существуют особые отношения, особое понимание интересов. Израиль не вмешивается в российские интересы в Сирии, а Россия не мешает Израилю решать свои проблемы и интересы на территории той же Сирии. Поэтому Либерман тут в данном случае вообще не имеет никакого отношения ко всем этим делам. И я бы сказал, что нынешняя конфронтация, несмотря на то, что вы правильно заметили, что оружие в Газе в значительной мере было российским, сейчас в основном это самодельное оружие, которое они делают сами. И я бы сказал, что больше ответственность за то, что там происходит, играет сегодня Иран, Турция и Катар и в значительно меньшей мере Хизбалла, допустим, или Россия. Поэтому к нынешнему конфликту Россия никак напрямую не относится. И мы видели, что она особенно не выступала, осуждение против Израиля не высказывала. И это тоже результат этих особых отношений прагматичных, выстреленных между Путиным и Натаниевым. Давайте принять следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте, сейчас секундочку я выключу. Здравствуйте, во-первых, хочу поблагодарить за сегодняшнюю передачу, потому что Александр не всегда меня радует как бы новостями, но все-таки это были приятные, хорошие передачи, Вы знаете, что у меня такой вопрос. У меня несколько вопросов, на какие успеете сможете ответить. Как вы думаете, как долго будут приходить себя арабы, насколько нанесен ущерб, что они вообще захотят ли они второй раз, ну, еще раз, атаковать Израиль, после того, что они сейчас выгребли просто. Второе, внутренняя, вот, пятая колонна, как угодно назовите ее, нельзя ли выселять вот этих, которые организовывают, являются действительно опасными для Израиля, как они в спину ударяют, те, которые организовывают эти погромы, нельзя ли выселять, потому что для меня, мне кажется, это действие будет значительно больше и лучше работать, чем тюрьма. Знаете, там геройство, а тут они выходят из тюрьмы героями, а тут их выселяют, мне кажется, это будет эффектней однозначно, тем более я бы не задал этот вопрос, если бы я не слышал, когда один из депутатов Тринцета, в общем-то, то же самое сказал, то, что я уже давно думал. Второе, выглядит очень нехорошо, когда евреи начинают сопротивляться, у них отбирают оружие, арестовывают евреев, когда сопротивляются этим погромом. В Израиле такое, мне кажется, немного как-то, ну, не самая лучшая ситуация, понимаете, еще евреев арестуют при сопротивлении к погромам. И еще, последнее, нельзя ли приравнять метание камней к оружию, если это сделать официально на государственном уровне, потому что это так и есть. Я видел видео, где русский парень с женой, видимо, ехал с кем-то, и когда бросали камни, в принципе, если попали ему в голову, проедя всем бы была, но там еще и ребенок был в машине. ну, это как пуля на такой скорости. В общем, вот такие вот вопросы, я думаю, вы их знаете сами, поэтому я бы с удовольствием послушал вас. Спасибо. Окей, вы затронули тему, о которой, собственно, я хотел поговорить сегодня, может быть, я еще успею. Во-первых, на первый вопрос, насколько долго хватит нынешний встряски Хамасу, я полагаю, что надолго. Снова, как я уже сказал, Хамас, по-моему, еще сам не осознал, насколько все плохо в этот раз, и речь идет не только о том, что мы уничтожили то, что было, у него уничтожили и будущее, потому что, например, Израиль уничтожил, уликвидировал весь его научно-технический состав. Всю команду, которая занималась изготовлением и разработкой ракет и высоких, так сказать, технологических вооружений, насколько, так сказать, их можно назвать технологическими, она была уничтожена во второй день войны, и найти, вырастить новых таких на самом деле не так просто. Теперь, что касается того, что происходит внутри страны, конечно, можно было бы гораздо более жестко воевать с внутренним террором, с вот этим вот восстанием, которое сумели организовать исламисты как бы против попыток интеграции, и лишение гражданства, например, приравнивание, метание камней к террору, к стрельбе, было бы очень полезно, но снова я напоминаю, в Израиле далеко не все поддерживают вот этих самых депутатов Нестера, которых вы сегодня упоминали, и разделяют эту позицию, в Израиле много левых, и знаете, в стране, которая только недавно выбрала Байдена, вы бы сами прекрасно всё видите и понимаете, в Америке ведь тоже можно было принять законы, чтобы разобраться с Black Lives Matter, с этими самыми, Антифа, со всеми этими фашистскими организациями, которые превратили летом города Америки в ад и устраивали еврейские погромы, этого не было сделано, потому что рука руку моют, за ними пресса, за ними суды, за ними демократическая партия, то же самое и у нас здесь. Поэтому Натаниал делает то, что может. И вот действительно, если говорить о том, что происходит, начался мятеж изнутри, и в первую очередь это ударило по смешанным городам, то есть городам, где живут евреи и арабы, и в первую очередь это произошло там, где у арабов есть давно сложившиеся криминальные кланы, то есть Лод, Ако, Хайфа. И важно подчеркнуть то, что вражеские СМИ пытаются сейчас представить ситуацию, как столкновение между евреями и арабами, мол, и евреи нападают на арабов, и арабы нападают на евреев. Так вот, нет. Нет такой ситуации. Нет столкновений. Есть погромы, которые организуют арабы против евреев. И действительно, были несколько случаев, буквально несколько, то есть 4 или 5 случаев, когда группы еврейских хулиганов нападали на случайно прохожих арабов и избивали их, так сказать, воспалённые вот в этой всей ситуации. Но, с другой стороны, речь идёт о сотнях случаев, целенаправленных поджогов, нападений, в том числе убийств, к сожалению. И я боюсь ошибиться, но мне кажется, что количество погибших от ракет Хамаса сейчас меньше, чем количество погибших от нападений арабов как бы внутри Израиля на евреев мирных, просто, так сказать, в рамках вот этой вот операции, которую развернули исламисты. И поскольку, как я уже сказал, цель была сорвать интеграцию, которую начал Мансур Аббас на Таньял, то действуют эти кланы очень жестоко, с оружием, и бьют по национальным и религиозным силам. То есть они не просто идут и поджигают машины, они идут и сжигают синагогу, чтобы было больнее, чтобы потом было труднее восстанавливать как бы нормальные отношения между евреями и арабами. И, как я уже сказал, были задействованы криминальные кланы, то есть я думаю, что им просто заплатили за то, чтобы они устраивали эти мероприятия в Негеве, в Аху, в Хайфе и в Лоди. И если уж говорить о виноватых, то главный виновник здесь, конечно, полицейское руководство, которое, как мы помним, годами занималось чем угодно. Подсчитывали бутылки в резиденции премьер-министра, тратили миллиарды на то, чтобы найти свидетельство того, что он взяточник, хотя таких свидетельств не было, и заметали под ковер проблему криминальных кланов арабских и оружия, которое у них накопилось. А теперь начальник полиции обвиняет на своем голубом, на самом деле не голубом глазу, депутата Бенгвира, вот того самого депутата, о котором вы говорите, который призывает к жестким мерам борьбы с этими самыми мятежниками. Мол, Бенгвир, когда он заступался за евреев в Иерусалиме еще две недели назад, то он и спровоцировал все эти беспорядки. То есть это абсолютный бред, и это возможно, такое можно сказать только тогда, когда у тебя есть абсолютная поддержка СМИ, которые тут же начинают тебя тиражировать и повторять. Это ложь, и, безусловно, нужно этой ложи противостоять при каждом удобном случае. Бернатаньяо предложил сразу ввести армию в города Израиля, там, где вот это все происходит. Но мы знаем, у него такой, я бы сказал, даже немножко параноидальный подход, то есть когда он видит проблему, он ее сразу решает очень жестко, очень эффективно. Не всегда ему дают так решать. Так было, например, с вакцинами в Израиле, так было при тушении пожаров, когда он обращался ко всему миру за помощью. Здесь он предложил ввести в армию, но надо сказать, что вот начальник генштаба не захотел. Кахави, судя по всему, считает, что ввести армию в города, армия против гражданского населения, неизвестно, как это все начнет развиваться и как потом, сколько солдат попадет под военные трибуналы. Короче говоря, он говорит, нет, это дело полиции, в крайнем случае пограничной полиции. Дело в том, что в Израиле служба пограничной полиции, она как бы не является армейской, это такое ближе к полицейскому управлению. И вот в итоге компромиссом стало то, что в города вошли батальоны пограничной полиции, той, которая обычно занимается, скажем, наведением порядка в Иудее и Самарии. Призвали даже резервистов, потому что речь идет о колоссальном масштабе проблемы, нужно одновременно решать ее и в Иудее и Самарии, в Иерусалиме и во всех этих городах. Натаньял со своей стороны сообщил о том, что правительство окажет всю поддержку бойцам, то есть, грубо говоря, вас не затаскают потом по судам, выясняя, вы нажали на курок, когда уже было можно или когда еще было нельзя. И подключил общую службу безопасности. И вот сегодня уже был арестован глава северного исламского движения. Я понимаю, что времени у нас нету. В двух словах в Израиле есть два исламских движения. Одно, которое представлено Мансуром Аббасом, то, которое в целом как бы было готово к интеграции, и северное, которое является просто филиалом Хамаса. Его лидер сидит в тюрьме, шейх Рай Цавах, тот, который остался на свободе, его сегодня арестовали, и, видимо, служба безопасности Шабак знает, почему его арестовали, и, видимо, он действительно является главным подстрекателем всей этой ситуации. И тут я должен сказать, что в последние дни мы видели действительно ужасные кадры закидывание камнями, раненые, тяжело раненые евреи, сожжённые дома, сожжённые машины, сожжённые синагоги. И возмущение было, что же такое, внутри страны, и так происходит. Надо понимать, что государство, любое государство, в том числе израильское бюрократическое государство, долго запрягает. То есть пока перевели решение на пограничную полицию, пока пограничная полиция зашла в города, пока не получили приказы, пока не согласовали приказы, пока не распределили роли, но сегодня вечером ситуация изменилась. Сегодня они начали действовать, и, как говорится в пословице, долго запрягает, но быстро скачет. И я думаю, что после тех ужасных кадров, которые мы видели из лоды АКО, Хайфа в последние дни, я думаю, что сейчас всё это прекратится, потому что, да, жалуются, что полиции всё ещё слишком много ограничений, им не разрешают стрелять, им не разрешают то, им не разрешают другое. Евреи, которые пытаются сами защищать себя, жалуются, что полиция их в первую очередь арестовывает. Всё это есть. Если начальник полиции предпочёл обвинить депутата Кнессета и еврея в том, что все эти события происходят, а не назвать вещи своими именами, мы понимаем, что всё очень сложно. И, по сути дела, команде Натаньяла приходится воевать, несмотря на колоссальное сопротивление левых в нашей стране. Но я думаю, что это сопротивление, этот мятеж подавит в ближайшие дни. Ещё немножко, так сказать, пострадают наши люди, но это закончится. Другое дело, что вот эта цель срыва интеграции, безусловно, достигнута. Такие вещи не скоро забудут и ещё долго не простят. И, конечно же, в каком-то смысле интеграция мусульман в израильское общество прервалась сейчас к добру ли, к худу ли. Кто-то скажет, что так и хорошо, не надо нам их. И в этом есть определённая логика. Кто-то скажет, лучше было бы всё-таки, чтобы мы жили мирно, чем... Так или иначе, сейчас этого, видимо, ещё долго не случится. Сергей, если у нас есть ещё немножко времени, я бы хотел сказать хотя бы коротко о третьем фронте, который... Давайте обязательно. Обязательно. Третий фронт, он как бы немножко отличается от этих двух фронтов внутреннего и внешнего борьбы с исламским террором. И речь идёт о политическом фронте. До начала этих событий у нас в Израиле, как вы знаете, прошли выборы и полным ходом шло формирование так называемого правительства перемен. Правительство, единственная озвученная цель, у которого было смещение Натаниял. И в этом правительстве объединились крайне левые и арабские партии, откровенно антиизраильские, и как бы умеренно левые, и Беннет с Саром, с Либерманом. Ну, с Либерманом и Саром всё понятно, это фигуры, как я уже сказал, несамостоятельные, они принимают не сами свои решения, они получают указания. Когда-нибудь, возможно, мы узнаем, кто давал указания Сару и Либерману. Я не хочу говорить сейчас об этом, но Беннет, судя по всему, просто человек, который пришёл из права лагеря, ему так хотелось стать премьер-министром и так хотелось согнать Натаниял, что он был готов идти даже самыми жуткими, ужасными, откровенными леваками, которые, например, призывают Международный уголовный суд наказывать израильских офицеров за так называемые военные преступления, за то, что сейчас, например, происходит, за то, что Израиль защищает себя от Хамаса. Так вот, с ними создать правительство только для того, чтобы согнать Натаниял. Натаниял, когда у него был мандат, он получил первым право на собирание правительства, он не смог, и этот мандат перешёл в Апиду, и всё уже было на мази, Беннет с Апидом закрыли практически всё, включая самых радикальных левых, которые должны были войти в их правительство и получить министерские посты. И тут всё как карточный домик стало обваливаться. У Апида и Беннета осталось только 60 из 61, потому что один из представителей партии Беннета сказал, что вот такого предательства он не допустит. Его выбирали как правого, и правительство с левыми не пойдёт. Их уже стало не 61, а 60. Им нужен был хотя бы один арабский голос для того, чтобы закрыть всю эту операцию. И тут началась вся эта бодяга, и стало понятно, что если они сейчас ещё возьмут как бы арабские партии себе в правительство, то будет это выглядеть настолько отвратительно, что Беннет похоронит свою карьеру навсегда. То есть, может быть, он полгода продержится премьером, а на этом его политическая карьера закончится, и он просто тупо струсил. Он струсил и сказал, что вопрос о создании вот этого правительства против Натаньяу снимается с повестки дня. Ну и параллельно, конечно, шло давление на его депутатов. То есть, он понимал, что, может быть, даже не там Беннет сломался, сломались те люди, которые должны были вместе с ним быть. У него есть фракция, и в этой фракции один уже откололся, и остальные были на мази, видимо, потому что на них каждый день оказывалось давление, их избиратели говорили с ними о том, что они никогда не простят такой подлости и такого предательства. И вот вчера вечером Беннет заявил, что он больше не готов опираться на голоса арабов, а по сути дела он понял, что его фракция разваливается, и что как бы ничего ему не светит, и теперь он пытается как бы все отмотать назад и примкнуть к правительству, которое будет создавать Натаниал, видимо. Пока что ситуация осложняется тем, что, во-первых, идет война, и Натаниал просто не занимается политикой совсем, он ездит буквально, на самом деле, непонятно вообще, когда он спит, он появляется то на границе с Газой, то возле батареи Патриот, то он слушает отчеты в генштабе в Тель-Авиве, то он еще где-то находится, то он в ЛОД приезжает помогать, так сказать, говорить с нашими пограничной полицией. Но, по сути дела, мы понимаем, Лапид уже выступил, сказал, что он не отдаст мандат, то есть у него еще есть 19 дней на создание правительства, все уже понимают, что никакого правительства он не создаст, но Лапид не был бы Лапидом, если бы не сказал, не отдам, буду держать в руках, ну пусть держит, пока что Натаниал остается премьер-министром, а дальше либо Натаниал сумеет как бы вместе с Беннетом, у него уже 59, найти двух перебежчиков или присоединить себе к какую-то фракцию типа фракции того же Ганса, который сейчас министр обороны и вроде как ведет себя вполне адекватно, либо мы опять пойдем на выборы, на пятые выборы, на которых, к слову, Саар и Беннет, эти два предателя правых лагеря, вообще могут не пройти. И опросы показывают, что они оба на грани прохождения. Поэтому, скажем так, на самом важном израильском фронте, фронте политическом, я считаю, что он самый важный, потому что он стратегический, потому что от того, какое у нас будет правительство, зависит и то, как мы будем вести дальше эти войны, противостоять Байдену, противостоять Ирану и спасать свою экономику от посткоронного эффекта. На этом фронте у нас вроде бы все стало не так плохо, как казалось еще несколько дней назад. Сергей. Замечательно. Вот на этой жизнеутверждающей нотке мы сегодня и закончим. Спасибо. Поддерживаем. Во всяком случае, подавляющее большинство моих радиослушателей поддерживают Израиль, сопереживают, сочувствуют, молятся за израильтян. И, к сожалению, в семье Небезуродов есть люди, которые придерживают цену и точки зрения. Ну вот, воскресное мероприятие покажет, кто есть кто. Еще раз напомню, в воскресенье 16 мая на Макеенре и Дирфилд пройдет ралли в поддержку Израиля. Александр, будьте здоровы, берегите себя. Спасибо огромное всем участникам, организаторам. Огромное спасибо за поддержку нашей страны. Для нас это очень важно. До следующей встречи. До следующей встречи. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok